МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. И вот некоторые темы выпуска. Почему такая разница в то время, когда во дворах городских улиц устанавливают современные игровые комплексы, в некоторых поселках детям приходится играть на опасных площадках? Их разыскивает милиция. Отдых в одном из городских клубов закончился дракой. И сколько стоит детский сад? Придется ли родителям в этом году платить больше, чем обычно? За первое полугодие 2013 года бюджет Ноябрьска исполнен с профицитом. Об этом на Думской комиссии доложила начальник Департамента финансов администрации Галина Жигальская. Так, с начала года из городской казны было потрачено свыше 4 миллиардов рублей. В целом же, по сравнению с прошлым годом, доходы бюджета выросли на 230 миллионов. Отчасти и потому, что в текущем году общая сумма субсидий, поступившая в городскую казну, из окружного и федерального бюджетов, увеличилась на 109 миллионов. Расходы бюджета составили около 4,2 миллиарда или 40% от плана. При этом муниципальные программы исполнены менее чем на треть, окружные на 13%. Как пояснила начальник Департамента, это связано с сезонностью многих мероприятий в рамках программ. Речь идет в том числе о проведении капремонтов, подготовке инфраструктуры города к осенне-зимнему периоду и другими работами. Анализ исполнения бюджета города по расходам текущим финансовым газом по сравнению с аналогичным периодом 2012 года показал положительную динамику. Исполнение бюджета в целом по расходам на 3% больше, чем в предыдущем периоде или в суммарном выражении увеличение составило 258 миллионов. Губернатор Дмитрий Кобылкин объявил народную сверху списков ветеранов, участников, героев Великой Отечественной войны, которые уходили на фронт с Ямала и фронтовиков, которые в послевоенные годы трудились на Крайнем Севере. По итогам этой работы их имена будут увековечены в мемориальном комплексе «Парк Победы» в Салехарде. Согласно официальным данным, в действующую армию с Ямало-Ненецкого автономного округа только в период с 1941 по 1945 годы было призвано 8 982 человека. Эта работа не может быть только внутриведомственной. Ее необходимо сделать максимально открытой, привлекая к сбору информации о героях Великой Отечественной войны и школьные коллективы, производственные и краеведческие музеи, отдельные семьи каждого человека. Только так мы сможем быть уверены, что никто не забыт и что память о Великой Победе смогут сберечь и наши дети. В результате этой работы мы должны получить по-настоящему народный список героев, сказал Дмитрий Кобылкин. Все школы Ноябрьска полностью готовы к учебному году. Об этом сегодня заявил заместитель начальника Департамента образования города Александр Михайлов. Специальная комиссия в составе представителей профильных ведомств приняла последнее образовательное учреждение в преддверии 1 сентября. Так все школы и практически все детские сады готовы принять учащихся и воспитанников. Последние предписания госпожнадзора устранили в третьей школе. В первой гимназии в школе номер 8 закончили ремонт систем электроснабжения, а детский сад «Ромашка» наконец получил лицензию. Надо сказать, большинство школ с этого года готовы принять и детей с ограниченными возможностями здоровья. В образовательных учреждениях сейчас оборудуют входные конструкции, а именно устанавливают кнопки вызова и обустраивают пандусы. Кроме того, ожидается поставка тактильных линий. Это для детей с нарушением зрения. Если брать по готовности основную, то есть все мероприятия, которые необходимо было провести к новому учебному году, они завершены. Подписаны все акты готовности муниципальной комиссии всех образовательных учреждений, за исключением тех, которые не были предъявлены к приемке. У нас в этом году в городе два дошкольных учреждения не предъявлялись по причине закрытия на капитальный ремонт. По остальным учреждениям остаются просто такие работы, которые, скажем так, доводочные – это отмыть, развесить шторы, расставить учебники, информацию какую-то для учащихся, для родителей. То есть это уже такие, скажем, последние штрихи для того, чтобы дать старт новому учебному году. 32 детских игровых комплекса установлено в ноябрьске в этом году. До конца 2013 года планируется установка еще одной игровой площадки. Работы по установке комплексов обошлись городскому бюджету в 719 тысяч рублей. Все игровые формы полностью соответствуют требованиям по безопасности и качеству. Каждый комплекс имеет свои индивидуальные особенности и не похож на другой. Решения по определению мест по организации площадок принимались администрацией ноябрьска с учетом обращений жителей близлежащих домов. По словам начальника отдела благоустройства ДМЗ Ольги Гласовой, еще 33 комплекса будут установлены в 2014 году, сразу после того, как будут получены согласования от других городских коммунальных организаций. Также в ДМЗ отмечают, что несмотря на стремление по благоустройству города, зачастую игровые комплексы становятся объектом вандализма со стороны хулиганов. Если говорить о нововведениях, то нельзя не сказать, что коснулись они в основном центральных районов города. А вот в отдаленных поселках игровые комплексы есть не везде. К примеру, жители СУ-7 недоумевают. Единственная детская площадка в этом районе – скорее зона повышенной опасности. Иной раз отпускать детей сюда просто страшно, говорят люди. Кирилл Мигель выяснял почему. Ой, я так боюсь, что странно скрипит качели. Совдеповские горки, качели, турники и футбольные ворота. Торчащие 10-сантиметровые гвозди и самое главное – дорога. Со всех сторон окружающая этот детский игровой комплекс. Но бывает, игры здесь до добра не доводят. Я вот когда спрыгивал, порезался. Когда конкретно появилась эта площадка, жители поселка уже и не помнят. Хотя многие прожили здесь не один десяток лет. За это время только вот этот кораблик пришвартовался в детской гавани. Причем недавно, этим летом. Как он забрел в эти края – загадка для посельчан. В остальном же… За ней никогда никто не ухаживал. Вот в каком она состоянии есть, в таком она всегда. То есть только дворники ее убирают, больше ничего абсолютно. Пососедство с площадкой – детский сад. Любое родительское собрание здесь превращается в настоящее шоу, говорят жители. Причем автомобильное. Машина стоит прямо на площадку детскую. Это постоянно происходит. Также, если вы посмотрите на футбольное поле, на нем паркуются машины. Как же играть в футбол подросткам, детям. Да и расположены футбольные ворота тоже весьма курьезно. Забитый гол может обернуться травмой для тех, кто по воле случая окажется по ту сторону от вратаря. Кстати, угрозу в себе таит и сам каркас ворот. Его легко может поднять даже ребенок и уронить. Все, чего хотят люди – обратить на себя внимание. Они не просят возвести здесь Диснейленд. Достаточно привести в порядок то, что у них уже есть. В соответствии с современными стандартами и нормами. Ведь нет ничего хуже, говорят они, когда место отдыха детей превращается в зону повышенной опасности. Дмитрий Григорий Горубцев. Новости нашего города. С 1 сентября в силу вступает новый закон, который принципиально меняет некоторые позиции в системе образования. Одно из новшеств – разделение двух услуг в системе дошкольников. Непосредственно дошкольного образования и уход, и присмотр за детьми. Если первое всегда было и остается бесплатным, то второе – услуга оплачиваемая. Правда, до сих пор родители платили не более 20% от полной стоимости содержания ребенка в детсаду. В денежном выражении это примерно 70-130 рублей в день. В зависимости от уровня и специализации учреждения. Новый закон разрешает муниципалитетам устанавливать эту планку до 100%. И это беспокоит родителей, ведь если такое решение будет принято, тогда им в месяц придется платить 10-11 тысяч. На Ямале и в частности в Ноябрьске уверяют, в департаменте образования повышать стоимость содержания ребенка в детсаду не планируется. Во всяком случае, пока. Ни городской властью, ни округом не предусматривается повышение родительской платы. Это значит, что по-прежнему и с января месяца наши родители будут оплачивать 20% от содержания ребенка в дошкольных образовательных учреждениях. Но к этому нужно быть готовым, об этом нужно знать. О том, как в преддверии нового учебного года обстоят дела с образовательными учреждениями, каковы перспективы их деятельности и когда сократятся очереди в детские сады, в актуальном интервью новостям нашего города рассказала Жанна Белотская. Глава администрации ответила на много вопросов, причем не только касающихся жизнедеятельности города, но и на вопросы о своей личной жизни. На самом деле услышала о себе такое, что я даже, честно сказать, даже и не предполагала где-то подумать. Полный ответ на этот и другие вопросы в актуальном интервью с Жанной Белотской вы увидите в пятницу вместо новостей и в выходные дни. Полицейские разыскивают молодых людей, которые участвовали в драке в одном из ночных клубов города. Потасовка попала в объектив камеры видеонаблюдения. Кадр с места событий нам предоставил городской отдел внутренних дел. На записи в центре внимания двое. Видно, что поначалу они просто общаются, однако в какой-то момент аргументы в споре, видимо, закончились. И один из них резко наносит удар своему оппоненту. Причем агрессивный молодой человек этим не ограничился. От его рук пострадал еще один посетитель клуба. Причем разнять дерущихся долго не могли. Полицейские обращаются к свидетелям драки и пострадавшим с просьбой сообщить об увиденном по телефону 02-318-010. В аварии серьезно пострадал мотоциклист. Вчера вечером по дороге в сторону озера Ханто он врезался в Тойоту. Инспекторы ДПС установили, что водитель спортбайка не справился с управлением и столкнулся с попутной иномаркой. Водитель двухколесного транспортного средства, 22-летний, житель Ноябрьска, в бессознательном состоянии доставлен в городскую больницу. С места происшествия водитель был доставлен в центральную городскую больницу. Диагноз – ушибы и множественные переломы. Назначено стационарное лечение. Отмечу, что водитель не имеет категории А – управление мотоциклом. Ранее молодой человек неоднократно привлекался с сотрудниками госавтоинспекции города Ноябрьска к административной ответственности за грубые нарушения правил дорожного движения. А далее мы готовы показать вам кадры, которые были сделаны буквально за несколько часов до аварии. Это съемка автомобильного видеорегистратора. На ней как раз тот самый мотоциклист, который стал виновником аварии. Скажу, что попался водитель двухколесного транспорта на грубейшем нарушении правил дорожного движения. Мотоциклист, двигаясь практически посредине дороги, обгоняет автомобиль и резко сворачивает перед ним влево и уезжает. В общем, судя по этим кадрам, молодой человек явно относится к правилам дорожного движения с пренебрежением. Добавлю, всего за три летних месяца этого года в Ноябрьске произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали люди. Обзор аварийности, статистику, а также очередную подборку нарушений с авторегистраторов смотрите в рубрике «Дороги нашего города» сразу после выпуска новостей. Ну а далее коротко о том, что интересного для своих читателей на этой неделе подготовили корреспонденты газеты «Слово нефтяника». В преддверии дня рождения города и дня работников нефтяной и газовой промышленности редакция «Сын» подготовила праздничный выпуск. Читайте в спецвыпуске. Самые интересные факты из истории нашего города. Интервью с главой администрации Ноябрьска Жанной Белоцкой. Истории из жизни нефтянников. Репортаж о строительстве восьмого микрорайона. И многое другое в еженедельнике «Слово нефтяник». «Слово нефтяника». Видим все. Говорим главное. «Подари мне жизнь». Выставка под таким названием открылась в музейном ресурсном центре. Она посвящена одноименной акции, которая проходит под патронажем Светланы Медведевой. Главная цель акции – пропаганда семейных ценностей и традиций. В нашем городе акция проходит третий раз. Ее первый этап стартовал в апреле на базе женской консультации. А ее завершающей стадией стало подведение итогов конкурса детских рисунков «Так я вижу мамину любовь». На суд жюри представлено более 170 работ в семи номинациях. В каждой из них дети выразили свою любовь и теплое отношение к самому дорогому человеку на земле. И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Поди Сандверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть» – надежный ориентир. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 30 августа в Саликарде дождь. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду. Температура плюс 12 градусов. В Муравленко небольшая облачность. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Температура 10 градусов тепла. В нашем городе переменная облачность. Ветер южный до 2 метров в секунду. Температура плюс 10 градусов. Продолжение следует...